Даже стесняюсь спросить, что происходит. Да вот Кэп решил заняться продажей резиновых изделий. Всё банально, деньги на нанат нужны. Да не бзди, таракуха, будет тебе пуха. По ссылке проходишь, всё нужное находишь. Бесплатная рулетка, отличная броня и могучие пушки. А при первом пополнении счёта плюс 100% кредитов придёт. Оу май, вот это подойдёт. Нарезка времён мамонтов. Каких мамонтов, Кэп? Эти соплики тогда ещё даже на свет не появились. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги. С вами Рокутагин, капитан очевидностей. Очень важное киберспортивное видео. Как все мы знаем, друзья, Warface неразрывно связан с киберспортом. Понимаете, со всеми этими мощными мировыми турнирами. Крупнейшие киберспортивные мировые организации мечтают приобщиться к этому прекрасному проекту. Жаль, конечно, что не у всех получается. История турниров Warface воистину богата. Когда-то весь кибершпрот поднимался исключительно на началах, понимаете, энтузиастов. Все эти первые турниры, которые организовывали люди, всякие там ВК-сообщества, турнирные коды. Всё это в итоге переросло в киберспорт мирового масштаба. Ведь, как вы помните, у нас даже действительно были чемпионаты мира. Заранее, конечно, понятными победителями, но тем не менее. Братан, да кому вообще нафиг нужны сегодня эти турниры? А вот это ты, Кэпчик, зря. Между прочим, тема очень и очень нынче, во всяком случае, популярная. Если в каком-нибудь 13-14-15-х годах киберспорт, правда, был особо большинству неинтересен. Да, были любители, но в основном люди как-то вот эти КВ-шки 8 на 8 катали. Как бы крабики-рочки, туда-сюда ПВ-шки-паблики. Рэмов, друзья, тогда ещё и близко не существовало. Ну, а сам киберспорт, в принципе, был не в почёте. Да и вообще, почему-то люди думали, полагали тогда, что, типа, вы знаете, а вот тот задрот паблика, он весь всех ваших вот этих вот киберспортсменов одной левой. Или помню, друзья, когда только пошли опенкапы, такие плюс-минус масштабные, меня пригласили, я, по-моему, первый раз вообще приехал на какие-то мероприятия по Варфейсу. И один человек мне доказывал, что вот если взять команду, да, собрать там, меня, Элиза, Разора и кого-то ещё, типа, мы всех этих киберспортсменов. Киберспортсменов обыграем одной левой. Ну, я, вообще-то, шутер с 90-х годов ещё играю. Да, с тех самых мохнатых, когда ещё в клубах или по модему. Пип-пип-пип-пип-пип. Дела бы с пацанами, короче, резались один на один. Все дела. И, в общем-то, что такое киберспортсмены, я тоже знал. И сам когда-то участвовал в турнирах немного. Я прекрасно знал, что шансов там у нас никаких не будет. Я ему так и сказал, как бы, мы, может быть, играть умеем, но, извини меня, там другой уровень. Он мне тогда не поверил. Но сейчас-то все понимают, кто реально скилл, как бы. Ну, это объективно. Все знают, что это я, сука. Пошутил, сука, посмеялся. Хорошо? В общем, давайте к делу. Побазалили, воды налили, как положено. Хронометраж ролика, сука, увеличился. И теперь мы будем говорить чётко, сука, по фактам. В общем, Рокутаген предлагает сделать лучший турнир в истории Варфейс. Просто лучший из всех. Такого никто никогда не делал. Я вот только не помню, я это предлагал или нет. Я предлагал похоже, но такого никогда. Вы знаете, я долго, сука, спал, переспал, как бы. Ах, с этой мыслью. Глубоко и надёжно. Я думал, я разбирал неделями, месяцами, как это можно. И я понял, какой формат нужен Варфейсу, чтобы турнир просто, сука, порвал, разорвал по онлайну. Люди новые потянулись, старые были в восторге. Все, сука, были довольны. Именно так и никак, ребятки, иначе. А называется этот турнир Варфейс Ол Старс, что переводится как «Все звёзды». В нём будут участвовать профессиональные киберспортивные команды из пролиги, так сказать, самый сок, цвет, так сказать, белая кость кибершпрота и, конечно же, ютуберы, блогеры, стримеры. А называется это, рачишка, Фэнтези Лига. Знаем, проходили. На первый взгляд. Но на самом деле это нифига не Фэнтези Лига. Да, друзья, все из вас помнят Фэнтези Лиги. Первая, вторая. Они были неоднозначными. Первая была, конечно, очень неплохая по онлайну. Разрывала, людям нравилось, люди смотрели, было круто. Но, что первое, что во второй, был один большой недостаток. И недостаток этот называется формат. Формат самопроведения. То есть, что такое, что в сути, в сути, вот что вообще в этом турнире. Суть была в том, что некая медийная личность, например, я, я участвовал, как бы, да. Я выбираю себе в команду четырех киберспортсменов. И поскольку многие хватают в основном киберспортсменов из разных стаков, те не могут друг с другом сыграться. Их бомбит. Они тратят свое время. Зрителям тоже это надоедать. Пятое, десятое. Короче, были недостатки. Были. С другой стороны, многим нравилось. Типа, турниры иногда по онлайну. Некоторые матчи вообще рвали. Было ништяк. Но, все же, недостатки были. И я все это время думал, как их устранить. Как сделать так, чтобы все были довольны. А турнир был более просматриваемым, нежели Warface Pro. Без шуток. И я придумал, как это делается. У Warface All Stars команды блогер не выбирает. Стример и так далее. Более того, выбрать кого-то, в принципе, здесь из киберспортсменов нельзя. Здесь участвуют готовые, существующие киберспортивные команды. Виртус Про, Авинав, Беспонтов, Репус и так далее. Все эти пацаны участвуют своими родными стаками. Но фишка в том, что, друзья, в этом турнире формат не 5 на 5, а 6 на 6. И вот шестым игроком в команде идет та самая медийная личность. Стример, блогер, ютубер. В общем, кто-то, кто действительно занимается Warface. Имеет какую-то определенную популярность в нашей игре. Более того, сам драфт достаточно забавен, потому что выбирают блогеров капитаны команд. Существующих, реально существующих команд. То есть, как вы понимаете, киберспортсмены вообще никак не ущемлены. Они играют своим стаком, они готовятся своим стаком, они ничего в своей жизни не упускают. Их зрители тоже ничего не упускают. Это их родная команда. Просто у них есть еще один игрок, скажем, дополнительная аптечка, допустим, да, там. Или дополнительный пистолет-пулемет. Все прекрасно, все замечательно. Ничего не нарушено, это полноценный профессиональный турнир. Именно так. Но, как мы понимаем, по онлайну он будет по-любому рвать. Потому что, с одной стороны, это полноценные команды, это полноценный про-турнир. Сюда придут, по-любому придут действительно смотреть на это все люди, которые любят киберспорт. Но при этом сюда придет обязательно по-любому аудитория этих самых ютуберов-стримеров. Придет обязательно. Я даже не сомневаюсь. Это то, что устроит всех. Насчет всех, я думаю, ты погорячился. А как насчет киберспортсменов самих? Даже не сомневаюсь, капитан Очевидность. Киберспортсменов это по умолчанию вообще никак не должно беспокоить, потому что они играют своим родным стаком. Их составом. Нормальный полноценный турнир. А что касается ютубера, ну поиграл с ним два-три раза праки какие-нибудь. Объяснил, чтобы он там лишний раз просто не косячил, понимаете? И все. Будь дополнительной там аптечкой, дефом там, дробовиком. Иногда может красивые вещи делать. Да, такое бывало, вы помните? Костя Медиум делал. Да все делали, я делал. Были моменты, я даже два MVP взял. Ну, че, я свое взыграл, оно было такое. В общем, да. И это интересно. Особенно если ютубер будет иногда какие-то вещи. Он косячить по-любому на турнире будет. Там кого-то своих взорвет там. Или наоборот, там клатч какой-то сделает. И вы знаете, это же, блин, дополнительная острота. Это неожиданные моменты, это эмоции. Эти трансляции просто будет нереально набирать. Ну, а естественно, киберспортсменам это должно быть хорошо. Киберспортсменам вообще ништяк будет. Потому что дополнительный онлайн, их кейсы, их команды лучше будут крутить. Потому что аудитория ютуберов придет, им будет интересно поддержать пацанов, которые с их ютубером играют. Правильно? Правильно. Это всем плюс. Это этим пацанам огромный плюс. Всем киберспортсменам это должно зайти. Потому что они ничего не лишаются, только приобретают. И это реально круто. Более того, я прошу вас, дорогие киберспортсмены, со многими из вас я лично знаком. Я прошу вас высказаться. В своих группах, можете в видео, можете в комментариях мне ответить. Напишите, вам нравится такая идея? Мне кажется, это просто шикарно. Я не имею ввиду, что эти турниры должны заменить основные. Нет, это можно раз в год проводить как фановый фэнтези лиги. Но он просто называется Warface All Stars. Знаете, как такое? Онлайн крупное мероприятие какого-то Warface, только оно происходит именно так. Там какие-то приколы, какие-то обсуждения, что-то происходит. Кто-то с кем-то беседует. Ну, помимо перерывов между матчами. И на самих матчах участвуете вы полноценными своими стаками. Вот ничего вы абсолютно не лишаетесь. Там призовой фонд нормальный, опять же, мейл может сделать. Все четко. Просто с вами еще один пацанчик идет. Как бы дополнительный саппорт. И все кайфуют. И онлайн выше. И как бы к вам люди тянутся. Мне кажется, это просто великолепно. Особенно меня поймут те, кто сам медикой как-то занимается. Кэптэн Пэник меня точно поймет. По-любому Лёня эту идею заценит. Скажет, Рокутайин, дубудал что ли, сука? Ну, болтал. А правда здорово звучит. Вот, ты начинаешь понимать. Идея это вообще, блин, идея просто мега Гарнателло. Это ж какой масштаб, вы понимаете? Это возможность собрать и сторонников киберспорта, и сторонников именно любителей контента, медийки. Всех вместе. Всех вместе. Такого не было, понимаете? Потому что обычно вот многие игроки там, допустим, пабликмены там, кто заходит там не каждый день, такие просто игроки, которые заходят и расслабят. Их много, таких, наверное, в большинстве. Они там не супер задроты, там, они зайдут там, не знаю, максимум платину какую-нибудь апнуть. Ну, типа меня. Ха-ха-ха-ха. Я Алмаза уже дошел. Я молодец. Вот. Но, тем не менее, в общем, вы поняли. Зайдут такие пацаны, они не играют супер серьезно, они не играют постоянно, они не знают, что они не возьмут Грандмастера, они заходят поугарать. Они смотрят ютуберов, им нравится. Они как бы, они просто наслаждаются игрой. И вы понимаете, они турниры, как правило, не смотрят. Они вообще не знают, что там происходит, им не интересно от слова совсем, как бы. Ну, если бы там был их любимый, там, стример-ютубер, там, с которым можно поугарать с него, посмотреть, там, на пираний, там, а-а-а, завтра паники в этом составе не будет. Они с удовольствием, они с удовольствием, это все им понравится. До сомнений нет. Даже если он не будет стримить, например, просто они будут смотреть на турнире, им будет интересно за ним понаблюдать, им будет интересно посмотреть, что там комментаторы скажут по поводу него, поугарает. Это же классно, это классно, это обалденно. Это обалденно, это людям реально зайдет. Это не фэнтези лига, это не вот этот сумбур, Это не бомбящие киберспортсмены, типа, нафиг оно надо, и пятое-десятое. Это реально обалденный, нормальный, цивильный турнир, просто шестым игроком, который, я уверен, по онлайну просто разорвет. Ни одни Warface Pro столько не набирали, и Fantasy League столько не набирали, потому что это полноценный турнир. Это можно даже преподнести как главный турнир года, где участвуют не только киберспортсмены, но и еще медийные личности. Это мероприятие, так сказать, годового масштаба, понимаете, большая онлайн-сходка. С всякими фишками, классно подготовятся, приколюхами, приглашенными гостями, пятое-десятое, и интересными, обалденными матчами, где играют настоящие, полноценные, профессиональные стаки, плюс с дополнительным медийным лицом. Формат 6 на 6, идеально, офигенно, просто, я считаю, превосходно. Ой, разошелся, Ракуха, а сам-то, если что, участвовать будешь? Да без бэ, с удовольствием, я бы в таком поучаствовал, а че мне-то? Дробовики сейчас им бабали, калашников, камрад, пацаны готов. Сука, вас, скилл вас не спасет, у меня, пиво, мышка, сука, пошел уничтожать. В общем, да, я бы в таком веселье реально поучаствовал, и это же можно, знаете, как делать, это можно, опять же, вот только что идти, прям сейчас, на ходу возникла идея. Вот, например, мы участвуем, а потом, после матча, если у меня есть время, меня спрашивают, например, там, админы, да, и есть перерыв между матчами, и мы можем просто посидеть в вебочках, пообщаться с ними. На разные темы, на киберспорт, не киберспорт, про турниры, про варку, мы можем посидеть, культурно пообщаться, чтобы зрителям будет интересно, зрителям будет интересно. Пообщаемся вообще на разные темы, как будто я там в студии нахожусь, ну, не на студии, но я на связи, да. Вот так вот, понимаете, это же обалденно, во время турниров разные беседы с медийными личностями проводить, вот, все культурно там, все туда-сюда, запротив, все нормально, дискуссии какие-то, это же круто, это никто не делал. Понимаете, в чем проблема? Турниры провод, я недавно заходил, да, действительно, прям, уровень вырос по сравнению с тем, что было раньше, мне даже понравилось, прям, понравилось, так, прямо там, туда, кстати, паника на первом месте была, красавчик, красавчик, Леня, блин, восстановился, сука, на 102%, рвали, против ресурсов выиграли, я смотрел на пирамиде, ах, бля, потом, как он медика взял, уважение прямо, ха-ха-ха, на дэшке, в общем, молодец, вот, правда, на дэшке вот так себе сыграл, но, не важно, он же не медик. Короче, в общем, что я имею вам сказать, было охрененно, мне понравилось, но, Warface All Stars порвет нафиг эти турниры все, порвет, это турниры, которые устроят всех, эти турниры, которые порвут по онлайну, это самый лучший турнир за всю историю Warface.